Форца сквадра отзора! Италия чемпион Европы! Как же я этим доволен! Знаете, я небольшой поклонник серии А, небольшой поклонник итальянской сборной, но, вы знаете, как говорится, из двух зол выбирая меньше. То, какой футбол показывали англичане на протяжении большей части чемпионата Европы, навевал тоску, зевоту, а иногда и даже блевоту. Простите, вот за такой каламбурчик. Потому что смотреть на то, как великолепный состав скучи суперзвезд превращается в нечто несуразное и скучное, в какую-то бездушную машину по, знаете, выбиванию очков и проходу в следующий раунд, выбиванию очков в групповой стадии и проходу в следующий раунд в плей-офф, вот на это было невыносимо смотреть. Манчини — это полный антипод Гайета Саудги. Это Саудги на этом чемпионате Европы превратил звездный, интересный, великолепный, перспективный состав сборной Англии в примитивное заемище. Манчини, имея не самых звездных игроков, ну, мне, простите, Эмерсон, чего он там в Англии в последнее время на скамейке сидит в глухом запасе, а в сборной Италии он на снаблении, ну и так далее. Сравнить уровень игроков на большинстве позиций у Италии и Англии, вы поймете, что англичаник, конечно, круче, но Манчини из этого состава выжил 110% и абсолютно заслуженно выигрывает вместе со сквадрой Айдзурой вот этот чемпионат Европы. Мы вновь увидели серию пенальти, вновь овертайм, я не знаю, наверное, это рекорд уже среди всех евро по количеству этих самых овертаймов. Их было очень много, матч получился драматичный, давайте его обсудим. Но сперва хотелось бы сказать, что спонсор этого выпуска – компания Pinup.ru. Это абсолютно легальный букмекер, который позволяет делать ставки на все важные спортивные события, и поэтому здесь никаких проблем нет ни с выводом денег, ни с тем, чтобы заработать на ставках. В общем, все сделано для футбольного и спортивного болельщика, и более того, есть широкая система бонусов, в том числе от меня. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте pinup.ru, а также ведете промокод, указанный здесь же в описании, то вы получите бонус – фейбет вплоть до 3000 рублей. Так что проходите, знакомьтесь с условиями акции и играйте. Ну а мы переходим к стартовым составам играющих команд, к стартовым составам финалистов. И начнем, пожалуй, с хозяев поля, с англичан, которые все-таки решили играть в три центральных защитника. Это один из ключевых факторов, который повлиял на ход игры. Слева появился шоу, которому суждено стать героем на старте встречи. Справа – три пьер, ну а в центре защиты – Уокер, переместившийся с позиции правого защитника в центр. Напомню, что вообще на групповой стадии англичане действовали в четыре защитника, там Уокер закрывал правую бровку, вот теперь все поменялось. В центре защиты вместе с ним и играл Магуэр, который как раз восстановился по ходу этого турнира, и здесь же Джон Стоунс. В воротах, ну, понятное дело, Пикфорд, который, кстати, тоже показал себя очень неплохо в этой встрече, потащил несколько непоятных ударов. В центре поля – Райс и Филипс, ближе к атаке Маунт и Стерлинг, ну и на острие – Харри Кей. В общем-то, достаточно ожидаемый состав на большинстве позиций. Самый главный вопрос был в том, какая будет схема у англичан, вот он ответ – три центральных защитника. Что касается итальянской сборной здесь, ну, понятное дело, на воротах Джиджи Тонарума. Что касается центра обороны, понятное дело, Банучи Кейлини, вот здесь предсказуемости много. А вот касательно флангов защиты здесь, из-за потери Спинацулы, приходится все немножко перестраивать. В результате Лоренцо и Эмерсон на флангах защиты. Вот так вот все изменилось. Здесь Спинацулы, конечно, огромная потеря, футболист, которого очень не хватало итальянцам в решающих матчах. В центре поля Жоржиньо, Верати и Борелло. Обратите внимание, фактически два футболиста с функциями реджисты, хотя, понятное дело, что Жоржиньо действовал поглубже в качестве классического реджисты. А вот что касается Верати, у него было побольше свободы, и он периодически даже выдвигался в зону так называемого трек-вартисты, то есть трехчетвертного. Ну и впереди Инсиния и Мобили, ну и здесь же Кьеза в качестве крайнего нападающего, вингера, называйте как хотите, который должен был растягивать оборону сборной Англии. Но это, знаете, стартовые расклады и стартовые планы, которые пошли прахом после забитого мяча Люка Шоу. Это самый быстрый гол в истории финалов чемпионата Европы, и мяч, который, конечно же, определил весь дальнейший ход матча. Потому что англичане, они еще на групповой стадии показывали свою вот эту основную тактику забить гол, выйти вперед, а дальше, не стесняясь ничего, перейти к оборонительной игре. Не стесняясь ничего, потому что они играют дома, и, казалось бы, при своих-то болельщиках нужно показать себя, но эта команда даже с достаточно средними соперниками не стеснялась отдавать им снаряд и играть, ну, так скажем, от печки. А вот здесь, в финале, выйдя вперед, ну, сам Бог велел отойти к более защитной тактике. Касательно забитого голешника, ну, здесь, конечно, оборона итальянцев дала маху. И следует отметить, что как раз-таки фланги обороны, которые стали достаточно проблемными после потери спинацола, вот здесь они показали себя, конечно, не с лучшей стороны. Особенно правая бровка и вот Люк Шоу, которого все хвалят на этом Евро, он, конечно, забивает важнейший гол. После этого мы увидели ожидаемый футбол. Англичане откатились в защиту, и что характерно, вот, например, по ударам британцы нанесли всего один выстрел за стартовый 45 минут. Как раз удар Люка Шоу, голливуд. После этого ни одного удара больше, вплоть до второго тайма. 6-1 по ударам в первом тайме, 65 на 35 процент владения. То есть, полнейшее преимущество итальянцев, но это та ситуация, когда англичане и не против. Они имеют преимущество в счете, они откатились в свою, так скажем, зону, в зону обороны, действуют в три центральных защитника, попробуй здесь прорвись. У итальянцев впереди три атакующих игрока, да, но у англичан на каждого по одному футболисту, плюс еще и центр поля максимально плотный, плюс и крайние защитники Шоу и Трепьер, которые, разумеется, после забитого мяча стали куда реже подключаться в атаку. И вот здесь итальянцы столкнулись с большой проблемой. Были ли у них в первом тайме опасные моменты? Ну, в принципе, да. Особенно Кьезо здесь, конечно, усердствовал, пытался растягивать оборону, пытался выходить на опасные позиции, в опасные зоны. Он, как такой свободный радикал, искал позицию свободную в обороне англичан в этой, ну, железобетонной защитной линии, которую у Гарита Саутгейта хрен прорвешь. Напомню, что до этого англичане пропустили на Евро всего один гол и тот со стандарта. То есть с игры они ничего не пропустили. Ну и, получается, и здесь тоже ничего не пропустили, потому что единственный гол итальянцев в основное и дополнительное время был забит тоже со стандарта. Поэтому попробуйте правей эту защиту. Но Кьезо старался, он как раз-таки бил встык между центральными защитниками и фланговыми. Особенно он усердствовал не в той зоне, где действовал Уокер, а в тех зонах, где действовал Магуайр и Стоунс, потому что Уокер достаточно подвижный защитник, от него уйти сложно. А вот от Харри Магуайра и Джонни Стоунса можно. Но в первом тайме он создал один такой по-настоящему хороший момент, реализовать не сумел, но не успокаивался и во втором тайме. Касательно второй половины встречи. Здесь статистика также весьма характерная. 70 на 30, блин, процент владения в пользу Италии. И 8-3 по ударам. И вы знаете, я на тот момент, конечно, не знал, как закончится встреча, но я для себя определился. Англия, которая вот так вот у себя дома играет на своем поле в финал, не имеет права выигрывать чемпионат Европы. Но не должно быть такого чемпиона. Понимаете, когда греки действуют в автобусной тактике и выиграют Евро, это одно. А когда англичане самым мощным составом вот в такое вот превращаются при своих болельщиках, на своем стадионе, ну это почти что позор. И справедливо, что итальянцы в итоге отыгрались. Кстати, обратите внимание, во втором тайме ведь большую часть времени счет был равный. Англичане, получается, еще и ничью пытались защитить. Вот так вот действуя вторым номером. Сперва они защищали счет 1-0, а потом что, они защищали счет 1-1? Такова тактика Саутгейта. Я, конечно, все понимаю, что там прагматизм, все остальное, это тоже вариант развития футбольной мысли, игра вторым номером. Но выглядит это просто не солидно. На мой вот такой субъективный взгляд. Можете обвинять меня в том, что я какой-то избитый романтик, который хочет, чтобы сборные играли красиво и первым номером, но я считаю, что хозяйка чемпионата Европы с таким статусом, как Англия, должна показывать себя покруче. И понимаете, то, что они там кричат «Football's coming home». Ну, знаете, если футбол вот такой вот возвращается домой, то пускай он там в Англии и остается раз и навсегда смотреть на таких финалистов чемпионата Европы, если честно, неприятно. А вот итальянцы смогли во втором тайме отыграться, как я сказал, со стандарта. Можно сказать, повезло в этом эпизоде, но везет тому, кто везет. Итальянцы во втором тайме, так же, как и в первом, смотрелись инициативнее, интереснее, создавали больше моментов. Кьезо продолжал куражиться там в полуфланговой зоне. И на этот раз уже Пикверду приходилось выручать команду. Были сделаны достаточно хорошие замены. Появились новые силы и в атаке. В центре поля вместо Борреллы на поле вышел Каистанте. И таким образом и в центре тоже появилась дополнительная движуха. Ну и итальянцы смогли в итоге перевести эту игру в овертайм. Хотя вот если брать основное время, на мой взгляд, сквадра отзора была куда ближе к тому, чтобы победить. Она больше этого заслужила. Она больше создала опасности. Больше хороших моментов. Итальянцы были понятнее. Итальянцы играли в более, знаете, основательный футбол. А англичане, ну знаете, у них какой-то был настрой, лишь бы нам не забили. Но в итоге с игры не забили, как я сказал, англичане дошли до финала чемпионата Европы и не выиграли его. Несмотря на то, что не пропустили ни одного мяча, собственно говоря, с игры. Что весьма и весьма характерно. Но, понимаете, что толку от этого нуля в графе пропущенные мячи с игры, если они в итоге золота не добились. И теперь все эти английские фанаты, которые там нападали на итальянских болельщиков, которые там подобно, не знаю, хуторскому быдлу пытались прорваться на стадион, без билетов толпой там лезли. Мне это, кстати, интересно. Как бы наши рукопожатные российские журналисты отреагировали бы на подобное, если бы это произошло на чемпионате мира в России. Наверное, еще месяца два и сходили бы на говно, рассказывая о том, какие у нас быдлячьи фанаты. Ну, а это в Англии произошло. Это другое, как говорится. Здесь почему-то никто особо не возмущается такому быдлячьему поведению. И тому, что они там фейерверки запускали около места, где спала сборная Италии, разместилась и все остальное. Вот за все это вам англичане вернулось. И за симуляцию стерлинга и так далее и тому подобное. В дополнительное время англичане все так же сидели в своем долбанном автобусе двухэтажном. Надеялись, видимо, что в пенальти затащит Пикфорд. Ну, а там Пикфорд действительно тащил. Просто проблема в том, что Донарума тащил еще лучше. Это вторая серия, выигранная Джиджи. И я думаю, здесь он оформился как вратарь не просто звездный, а уже великий. Затащить две серии пенальти в евро и таким образом протащить команду в полуфинале. И в финале это дорогого стоит. При том, что соперники и Унай Симон испанец, и Пикфорд, здесь англичанин, тащили. Тащили, спасали. Но здесь был Джиджи Донарума. И не знаю, выдадут ли ему золотой мяч. Это будет уникальный случай. Если ему дадут золотой мяч, то голкипер получит его, ну, в каком-то смысле в статусе свободного агента. Переходя из одного клуба в другой, потому что Милан он покидает. Но, так или иначе, Джиджи Донарума, я считаю, по итогам этого евро заслуживает хотя бы какой-то награды. Ну, а то, что очень часто, вот во время, ну, так скажем, в год проведения крупного турнира, именно золотой мяч достается лучшему игроку чемпионов, ну, я думаю, у Джиджи есть серьезные шансы. Вот серьезно. В первый раз за достаточно долгое время получить золотой мяч может именно вратарь. Я не шучу, это мое мнение, потому что после двух серий пенальти в решающих матчах Едро об этом могут серьезно заговорить. Ну, а итальянцы абсолютно заслуженно побеждают. Вы можете посмотреть мои обзоры на первые матчи итальянцев. Я там сразу говорил, еще на старте Евро. Они показывают чемпионский футбол. Да, они не показали чемпионский футбол в некоторых матчах плей-офф, но заряда, который был у них еще на групповой стадии, хватило для того, чтобы дойти до финальной серии пенальти и здесь выиграть. Ну, а англичане, как были унылым говном на групповой стадии, таким они и остались в финальной решающей части в плей-офф. Моментами они пытались доминировать с датчанами, что-то там показывали, но в целом такая команда не должна становиться чемпионами Европы. И, слава богу, не стала. Форца Италия, Форца Сквадра Адзура с чемпионством. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.